Вероника, здравствуйте! Мельбурн опять с нами на связи, это очень приятно, особенно здорово видеть вас улыбающиеся и, мне кажется, что в хорошем настроении. Я вас от всей души приветствую и сразу к вопросам, чтобы лишнего времени не терять. Вы уже практически полторы недели на вот этом самом кошмарном, как кажется, карантине, да? Вот, хотелось бы узнать из первых уст о том, какие ощущения на сегодня и, может быть, они существенно менялись, а может быть, как приехали, так и, собственно говоря, все эти ощущения одинаковы. Как вам вообще сейчас на этом карантине? Ну, вообще, если отталкиваться от самого начала, когда мы приехали сюда и узнали о новости, то, что нас закрывают на 14 дней без права выхода на тренировки и вообще из номера, конечно, был шок, вообще был шок. Я как-то, ну, не знаю, в голове не укладывалось, что вот 14 дней сидеть в заперти. И, конечно, первые дни было очень обидно, да, что ты вроде приехал на турнир, у тебя есть две недели подготовиться, чтобы прийти в хорошей форме, там, к большому шлему, а тут тебя сажают и ты вообще как бы неизвестно в каком состоянии выйдешь из этого, из номера. Конечно, было очень грустно, обидно, порой даже слезы были, что как так несправедливо. А потом, если честно, вот спустя 6 дней, наверное, 5-6 дней как-то я уже смирилась с этим и сейчас вот, ну, уже как-то спокойно, да, ну, так случилось, так случилось, пытаемся тренироваться, пытаемся все делать, что от нас зависящее, а так сейчас уже действительно спокойно как-то просто отсиживаем эти оставшиеся, и мы уже, по сути, сколько осталось, 4 или 5 дней в пятницу должны выпустить. А мотивация вот по ощущениям у вас, она на хорошем уровне или вот эти психологические моменты ее немножечко как-то сдвигали и снова? Ну, наверное, вот первые вот эти 6 дней, наверное, чуть-чуть сдвигали, да, наверное, я ощущала действительно, как я теряю вот именно внутренние вот эти свои силы, ну, вот расстройства, там, на переживания. А сейчас вот, когда я уже с этим смирилась и, как бы, продолжаю дальше работать и просто, ну, жить, да, вот такая ситуация сложилась, то сейчас я чувствую, да, как бы у меня это возобновляется, опять набирает обороты, и я надеюсь, как бы, что именно в психологическом состоянии я подойду к турниру в хорошем. Вчера буквально появилась такая информация, что вот игрокам, которые находятся на жестком карантине, наконец-то позволили нормально убираться в комнатах благодаря тому, что пылесосы начали раздавать. Могли бы вы эту немножко ситуацию раскрыть, потому как сам, мне кажется, механизм дать пылесос там и неделю назад, наверное, ну, разницы-то, в общем-то, никакой, но на этом сделан акцент, что вчера только это появилось. Ну, вообще, если честно, да, я видела по социальным сетям, что многим игрокам принесли в номер пылесосы, но у меня, если честно, до сих пор нет пылесоса в номере, я постараюсь так вытирать пыль, менять постельное белье, просить чистые полотенца, там, как-то мыть полы. Почему, как они описывают эту ситуацию, что они не могут нам давать те пылесосы, которыми они пользуются, вот здесь вот уборщицы, ну, в нормальный период жизни, они специально эти пылесосы новые откуда-то заказывают, они должны внизу их обработать, подтвердить доставку, что нам это в номер можно прислать. В общем, это такой долгий процесс, что у нас столько много игроков на карантине, все просят пылесосы, у них просто не хватает времени и возможности все это быстро очень сделать, поэтому так долго занимает вот эти вот процессы получить что-то там, тот же велосипед, тот же пылесос, поэтому ждем, как принесут. Ну, я так понимаю, что, может быть, и не успеют, да, принести до того момента? Да, может, уже и не успеют. Ну, вас это сильно напрягает или вот то, что вы делаете все своими руками, то, что, ну, и с подручными средствами, нормально, да? Ну, да, все нормально, как бы, конечно, с пылесосом было бы удобнее, там, все быстренько убрать, но и руками тоже нормально. Знаете, я так сейчас подумал, что изначально мы планировали пообщаться накануне, а вот за эти сутки много достаточно новостей разного уровня, то есть разного там всякого, в том числе вот и про пылесос. В том числе, вчера днем по Москве, соответственно, ближе к вечеру по австралийскому времени, появилась информация об измененном уже календаре, уже подкорректированном на вот эти ближайшие дни, на ближайшую неделю. Вот вас уже поставили в известность, что вы, как человек, который находился на вот этом жестком карантине, что вы в обязательном порядке будете участвовать, ну, имеете возможность участвовать в турнире, который вот еще вот только-только организовался, третий вот этот вот самый. Так ли это? Вот расскажите поподробнее вообще вот эту всю ситуацию, насколько это возможно? Да, нам вот вчера точно вроде бы как и прислали на e-mail всю информацию о том, что нам, игрокам, именно девочкам, про мальчиков я вообще не говорю, именно девочкам, те, кто сидели на жестком карантине, без права, там, если на потренировок, им отдельно организовывают турнир, где будет сетка 28 человек, потому что одиночных игроков на карантине сидит 27 человек и три парных игрока. И вот эти три девочки могут записаться на турнир уже здесь, там, завтра или послезавтра, когда там, не знаю, и кого-то из них поставят к нам в сетку. И вот мы между собой будем играть турнир, он будет такой же WT500, как и два других турнира, просто мы будем соревноваться с людьми, которые были в таких же равных условиях, как и я там. А вы знаете, какой номер посева, грубо говоря, у вас будет уже, вот, учитывая, что, наверное, приблизительный состав тех, кто на жестком карантине вам известен? На первом турнире? Вот да, вот эта 28 сетка, вообще, может быть, вы со второго круга даже начнете, нет? Нет, нет, я, если честно, я даже не знаю, мне кажется, я, наверное, там не буду сеяно, там, в принципе, должно быть только восемь усеянных, и, как бы, во-первых, я не знаю, кто будет участвовать в этом турнире, вдруг девочки не захотят после карантина играть в турнир, как бы, мы не знаем, кто захочет, кто не захочет, но впереди меня там, довольно-таки, действительно, много игроков, которые выше меня по рейтингу стоят, поэтому я не думаю, что я буду усеянным игроком. Что касается именно Австралии, то да, там, скорее всего, что я буду усеянным. Ну, вот, проще... Нет, судя по всему, что это уже даже прям официально, насколько это, конечно, возможно, что вы в 32 этих самых усеянных есть. Сейчас у нас чуть-чуть опять картинка подвисает, я сейчас просто чуть-чуть помолчу, просто посмотрю, если у нас она будет продолжать, как бы, так, то мы сделаем паузу и просто снова, ну, как бы, второй кусок запишем. Ну, вроде бы, сейчас нормально. Вроде бы сейчас нормально. Поэтому тогда я продолжаю спрашивать. На самом деле, у нас всегда есть возможность все разрезать на несколько пусков. Я чуть-чуть хочу вернуться к нашему разговору в Москве, когда впереди был турнир в Абу-Даби, и вы достаточно так уверенно и конкретно, четко, не особо даже задумываясь, говорили о том, что вы поедете туда с целью побеждать. И, между прочим, в общем, все получилось, ну, по сути, так и получилось. Все было очень так конкретно, и никаких вопросов тут не возникает. Я хочу такой же вопрос задать не потому, что, вот, мне нужен, может быть, какой-то конкретный, упаси Божий, ответ, да? Но мне очень хочется понять психологически. А вот момент с учетом всех нюансов. Вот ваш тренировочный процесс еще в Москве, потом в Объединенных Рабских Эмиратах, и вот такой настрой. Как вы рассматриваете предстоящий турнир сейчас, вот на сегодняшний день, после всех, опять же, вот этих нюансов? Ну, во-первых, в Москве я говорила то, что я не еду с целью побеждать. У меня спрашивали о том, топ-игроки, они там распределяют как-то свои силы и говорят, вот на первом турнире мы разыграемся чуть-чуть, там сыграем пару матчей и снимемся. И вы спросили, Вероника, а как ты? Я сказала, я всегда еду играть до конца, я пытаюсь делать все возможное, у меня не будет такого, что я сыграю пару матчей и все. Конечно, я всегда, как бы, любой спортсмен хочет всегда победить, и поэтому, да, как бы, всегда ты хочешь максимального, а как оно уже выйдет, никто не знает. Что касается, ну, тяжело на самом деле сейчас говорить, потому что я не знаю, в каком именно физическом состоянии, там, чувство мяча и все, я выйду вот после карантина. Хотя бы нужно провести одну тренировку и понимать, насколько ты будешь готов, там, насколько ты не очень чувствуешь мяч. Именно если отталкиваться от внутреннего состояния, то, думаю, все должно быть хорошо. Несколько слов, несколько моментов к турниру в Абудаве. Во-первых, мне очень интересно узнать о том, как вы прочувствовали именно в турнирном уже таком ритме Владимира Платыника, который сидит вместе с Сергеем на трибуне, и, соответственно, вы в любом случае часто глазами туда обращаетесь. Ну, это естественно. Вот какие-то, может быть, уже моменты, какие-то, что ли, фишки с точки зрения понимания жестов, вот какая-то уже такая химия, она есть сразу? Или пока вы еще притираетесь, вот, ну, пытаетесь, как бы, так друг друга еще понять, узнать? Вот насколько это уже так далеко зашло? Ну, наверное, пока еще, нет, я не могу сказать, что произошла какая-то химия, и что прям мы друг друга чувствуем. Нет, все равно, как бы, по привычке, наверное, или что, я все же в первую очередь всегда смотрю на Сергея, а потом уже на Влада. Как бы, мне кажется, нужно еще какой-то период времени, чтобы, ну, чтобы как-то сблизиться, да, все равно не так много времени, особенно первый турнир, я не могу вот сказать, что все, вот, мы прям идеально подходим, и вот химия произошла. Нет, в первую очередь, конечно, я смотрю на Сергея, а потом уже поглядываю на Влада. Но, как вот вы сказали, там, жесты, не жесты, нет. Сейчас, так как нету возможности вызывать тренера на код, тренер может с трибуны там какими-то словами перекидываться. И поэтому, ну, там, на протяжении всего турнира он мне, именно Влада, как бы, Сергей старался меня просто поддерживать, а я просила так. А уже Влада там какие-то именно с точки зрения, именно вот тренера что-то пытался мне там ближе подойти в корт, или что-то какими-то вот словами мне говорила, и я именно их хватала и пыталась ими воспользоваться как можно скорее. Это действительно приносило результат, как бы, что хорошо, вот, что у меня получалось именно услышать и исполнить. И правильно ли я понимаю, что в основном все-таки какими-то русскими словами идет общение? Ну, как минимум, когда речь идет о матче и какими-то такими терминами, или нет? Нет, в принципе, как бы, там были какие-то очень такие базовые примитивные... В Абу-Даби, ну, замах... Меня слышно? Вероник, вы просто вот это предложение еще раз повторите, потому что был завис. Вот, просто снова еще раз по этой теме, да. Я говорю, да, в принципе, вот на турнире в Абу-Даби не было каких-то там закрепленных фраз. Мне в целом говорили какие-то примитивные вещи. Подойди чуть-чуть ближе в корт, сделай короче замах. Ну, так, все на базовом уровне. Я сейчас просто буквально реплику извинюсь за эти технические моменты. У нас с Сергеем по технике связи, вот через Skype, ни разу не было ни одной проблемы. Сегодня, ну, видимо, что-то на интернет-просторах, я имею в виду связи. Поэтому, друзья мои, не обижайтесь, ради бога, тут стараемся, делаем все, что можем. К следующей теме. Здесь все вопросы, которые я хотел задать, ответы получены. Следующая тема – это внимание прессы. Вопрос достаточно сложный, и даже его сформулировать в двух-трех даже предложениях довольно сложно. Но я попробую, может быть, просто разделим эту тему, что ли, опять на 2-3 части. Насколько комфортно вам, будучи внутри тура, я имею в виду, когда идет соревновательный процесс, отвлекаться, ну, я это пускай так называю, отвлекаться на журналистов. Может ли это мешать, или наоборот, это скорее помогает. Вот ваше отношение и вот зона комфорта, она какова в взаимоотношениях, вот в контактах с прессой, когда так или иначе вас, ну, дергают, ну, все-таки дергают. Я понимаю, что профессиональный спортсмен, там, должен, там, что-то, да, но все-таки хочется услышать, вот, как вы это чувствуете, как человек. Ну, вот я буду говорить конкретно, что касается меня, когда вот я, именно, когда я играю турнир, да, там, после матча есть какие-то обязательные интервью, да, как бы мы на них готовы, ну, я на них готова, я спокойно к этому отношусь, там, не важно, сколько это времени занимает, ну, обычно, там, максимум минут 20-30 и все. А что интервью? Именно, когда я играю, я предпочитаю, чтобы, ну, там, ответить какими-то текстовыми сообщениями, но не видео или, там, не такой разговор по телефону, потому что, как бы, когда, ну, даешь интервью, все равно ты частичку себя отдаешь, и, как бы, когда ты играешь, именно, вот, соревнования, не хочется распыляться, хочется, именно, вот, все силы и эмоции, там, сконцентрировать только на игру, и поэтому, вот, во время турнира я не очень люблю, вот, такие интервью. А правильно я понимаю, ну, вот, ведь бывают же часто матчи, даже каждый день, то есть, вот, просто, чтобы разъяснить, прям, вот, так, да, что, вот, вы отыграли матч, возможно, даже очень тяжелый, и выиграли, и вместо того, чтобы, там, 15, 17, 18, возможно, всего лишь часов на восстановление, вот здесь любое отвлечение от конкретного курса, оно довольно болезненно, ну, может сказаться негативно на, именно, психологии, то есть, физика тут вряд ли пострадает, а психологически можно, правильно ли это, или неправильно, вот, просто. Ну, во-первых, как я сказала, после матча, это, в основном, бывает, обязательно интервью, ты не имеешь права на них не ходить, поэтому, как бы, ну, да, мне кажется, когда это все начинается, и это тебе впервой, то, да, это забирает какие-то силы, и может повлиять на результат следующего матча, но сейчас, вот, допустим, если говорить конкретно про этот год, да, я вот в Абудабе, там, практически после каждого матча давала интервью, то, не знаю, как-то я уже была более спокойна, размерена, и меня уже, вот, ну, никакие внутренние силы не забирали эти интервью, там, после матча, поэтому это все же, все же зависит, мне кажется, ну, тоже опыт, когда только начинается это все, да, там, когда тебе берут-берут интервью, то ты опустошаешься, когда, ну, это уже привычно, ты уже более спокойно реагируешь на это. Я хочу еще вспомнить один момент из нашего разговора московского, даже этот момент, ну, мне кажется, это самая яркая часть, когда Вероника была корреспондентом, вот эта составляющая. Мне показалось, что это было очень естественно, вот, то есть, то, что вы в качестве корреспондента, вот, продемонстрировали, пусть это было несколько всего лишь минут, мне показалось, это очень, вот, естественно, я другим словом даже не хочу никак ничего говорить, это было, вот, на мой взгляд, очень здорово. Есть ли у вас желание в дальнейшем, в будущем, я имею в виду не после карьеры, а я говорю, там, через неделю, через... Каким-либо образом повторить такое, что-то похожее, когда вы задаете вопрос, ну, скажем, например, Анне Блинковой и своей партнершей по паре, условно, там, еще кому... Вот это вам, в принципе, как? Один раз в жизни сделали и все, или какой-то, скажем, прикол в этом для вас есть, какой-то такой вот драйв в этом есть? Как вы на это смотрите? Ну, лично для меня это не вызывает такой восторг, или какой-то вот, ну, что, как говорят, да, там, это хобби, у кого-то там ходить и брать интервью. Нет, у меня лично такого нет. Конечно, если мне понадобится, да, для каких-то там проектов или для чего-то, позадавать вопросы игрокам, ну, мне это не затруднит проблемы, я как бы спокойно, ну, чувствую себя, как бы сказать, в этой атмосфере, а так, чтобы я шла сама этим, занималась для себя, я не хотела бы этим заниматься. Ага, понятно. Ну, то есть, возможно, просто еще такой момент не наступил, мне просто именно понять, или это уже такая психологическая, что ли, такой путь, в принципе, на долгие-долгие годы, что вы, в принципе, вот эту ветвь, что ли, не рассматриваете. Или это просто, ну, как бы на сегодняшний день, на завтрашний, на ближайший такой вот период. Ну, это, наверное, все же на ближайшее время, конечно. Может быть, потом что-то изменится, и у меня внутри что-то щелкнет, и я хочу этим заниматься. Но пока что вот на ближайшее время, я говорю, нет. Хорошо. Перед тем, как я задам вам вопросы от нашей аудитории, остался еще один нюанс, который я все-таки хочу тоже озвучить, потому что мне кажется, что все должно быть связано и последовательно. Каждый в своей, как говорится, степени это все может сделать. Я на данном этапе могу отталкиваться и какие-то параллели проводить между... Снова я, как бы, возвращаюсь к нашей беседе в Москве. Я тогда, собственно говоря, поднял вот эту тему, о которой дальше разговаривали вы, о заявлении, ну, как заявление, о реплике Шамиля Анвяровича по поводу вот якобы недостаточной психологической подготовки. Вот на турнире в Абу-Даби вы хотя бы раз вспоминали каким-то... Оп, он мне сказал такое, ну, как бы, про меня, а я вот вам, как бы, в ответ... Вот реакция моя, вот я раз, раз, раз... Было несколько сложных матчей, в которых получалось. Не было каких-то вот таких пери... Вот, что ли... Каких-то переплетений, воспоминаний о том, что вот он мне там показал на этот момент внимание, что ли, обратить, а я вот сделала или нет? Нет, такого не было. Как бы... Тогда вот в Москве вы мне сказали, я это действительно первый раз услышала, я нигде до этого не читала, ничего. Ну, что же, Амеля Анварович про меня говорил. Поэтому услышала, сделала выводы, пошла и показала. Но, нет, я всегда знала, что... Ну, мне есть над чем прибавлять в этом плане, поэтому, как бы, я всегда стремилась и работала над этим. И вот плоды показала на первом же турнире в году, надеясь, дальше продолжу в таком же духе. Ну, и давайте уже постепонечку закругляться. Пара вопросов от наших зрителей. Виталий спрашивает о том, кто сейчас ваш тренер по ОФП в Москве, и можете ли вы посоветовать какого-то конкретного специалиста для детей, для юных теннисистов, что якобы, как он говорит, есть сложности в том, чтобы найти для своего ребенка качественного специалиста, вот может быть, какой-то совет в этом направлении вы можете дать. Так, у нас немножко зависло опять. Сейчас отвиснет. Да, вообще сейчас нормально. Сейчас нормально, да. Вопрос мой прозвучал полностью, услышите? Удалось? Да, 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 я уже. Вот, сейчас отвисло, да. Можно тогда, да, ответить. Сейчас опять подвисло. Сейчас отвиснет, я надеюсь. Сейчас напишет, что скилл сразу. Сейчас, Вероника, у нас опять есть проблемы. Вот, а сейчас, по-моему, все нормально. Я, во всяком случае, вижу сейчас у вас, что картинка живая. Слышно меня? Слышно сейчас? Сейчас получше. Сейчас, давайте, пока не начинайте, сейчас мы просто сориентируемся в ситуации, потому как пока у нас все-таки отвисала картинка и пока не было необходимости. Вот, вот сейчас, по-моему, все... А, нет, вот сейчас. Ну, сейчас вроде все нормально. Итак, вот тренер по УФП ваш и, соответственно, какой-то совет о каком-то, может быть, конкретном человеке. Ну, вот что касается УФП, допустим, я все детство, до лет 15, наверное, занималась УФП со своим папой. Он мне преподавал уроки, так как у него был опыт, он спортсмен, и поэтому я все время занималась с папой. После этого я перешла уже... Когда я перешла на ЦСКА, я перешла заниматься УФП к Алексею Владимировичу Жуку, это наш старший тренер на ЦСКА. Что касается, вот если посоветовать, там, маленьким детишкам, ну, вообще, иди честно, вот сейчас смотришь, и все занимаются больше УФП, чем теннисом. Я не согласна с этим, особенно вот маленьким детям. Им нужно, мне кажется, более как-то... Какие-то эстафеты, как-то в игровом формате преподавать тренировки, и не нужно там чересчур там перекачивать или что-то, потому что в маленьком возрасте там та же координация, какие-то аспекты закладываются, которые потом там в 15-16 лет они уже не смогут их заложить. Поэтому, мне кажется, вот именно в детстве, там, вот лет до 11, нужно больше уделять внимание теннису и каким-то вот, ну, таким, как я говорю, да, там, эстафеты или что-то. Дети там бегают, прыгают, мячик на ракетке набивают. Это вполне достаточно, потому что, если их там, я не знаю, перекачивать, перезаниматься этим УФП, я не знаю, можно там ноги сильно перекачать, они не будут расти в высоту, что тоже очень плохо, поэтому, мне кажется, все нужно в меру, а там какого-то конкретного вот могу. Так, сейчас немного подвисло. Не знаю, просто, может быть, родители как-то могут там... Ну, как минимум, я так понимаю, что не нужно делать акцент на том, чтобы искать в первую очередь вот такого специалиста, то есть сосредоточиться в первую очередь нужно немного на другом. Вот это резюме как минимум такое, да? Ну да, я считаю, что в первую очередь нужно сосредоточиться на теннисе. Если хорошего тренера по теннису найти, тот же самый теннисный тренер может это УФП как-то внести в теннисную тренировку, ну, какие-то там упражнения подобрать именно для конкретного, вот, ребёночка или там уже подростка. Поэтому в первую очередь нужно, я считаю, что хорошего теннисного тренера УФП уже потом. Ещё один вопрос от Рустама. Он спрашивает о том, каковы ваши отношения, ну, вот чисто житейские, чисто вот такие вот, да, вот семейные с сестрой, с отцом. Насколько внимательно вы следите за тем, насколько я могу следить, да? Очень ведь уверенно. Полина идёт по юниорскому теннису. Понятно, что интересуется он же, смотрите ли вы хоккей. Тоже по понятным причинам. Но я хочу ещё немного добавить к этому вопросу. Все прекрасно, конечно же, естественно, знают Эдуарда Кударметова. Никаких вопросов нет. Потому что это очень известный, очень сильный хоккеист. Хотел сказать теннисист, ну, то есть, конечно. Вот. Но я хотел бы у вас спросить о вашей маме. Я лично не знаю вообще ни капельки. Вот расскажите хотя бы помимо вот этого вопроса про и Полину, и про Эдуарда. Во-первых, хотя бы даже, ну, как зовут вашу маму? Чем она занимается? Как вообще вот, ну, что-то, несколько слов о ней. Потому что получается, что вот про папу много известно, про маму очень мало. Ну, пожалуйста. Я, если честно, я половину вопроса не услышала. Я сейчас ещё давайте повторю. Да, нет, я всё, что услышала, я ответю. А, хорошо. А если я что-то не отвечу, вы мне ещё раз спросите. Да, хорошо. Ну, вообще, так, я с последнего начну. Что касается, ну, нашей мамы. Нашу маму зовут Ольга. Она, будем так говорить, как сказать, чёрный кардинал или что, она у нас всё в семье рулит, сглаживает, как говорят, острые углы. Сейчас так, как я нечасто дома бываю, что там, когда вот, ну, понимаете, всегда, когда тренер папы или какой-то близкий человек, всегда очень тяжело быстро переключиться там на дочка и папа после тренировки, и также папа и тренер. Поэтому, когда там что-то не сложилось на тренировке, и кто-то друг на друга обижен, то приходит домой, и мама одного уложит, второго уложит. Как-то всё сразу по семейному, домашнему становится. В общем, мама занимает у нас такую роль. В общем, помогает нам, помогает своим детям выбиться в люди, будем так говорить. Всю жизнь положила на детей. Теперь про папу. Естественно, о ваших взаимоотношениях несколько слов. И плюс, вот по вопросу, смотрите ли вы хоккей, и насколько часто вы смотрите хоккей именно сейчас. Понятно, что, наверное, не каждый день, мягко говоря, но тем не менее. Да, но вот, если честно, в этом году вообще ни разу хоккей не смотрела. Но так вообще, как бы сейчас, так как очень загруженный график турниров и всего, то очень редко получается посмотреть хоккей. И как бы сейчас не так часто. Раньше чаще смотрела, признаюсь, как бы, когда вот папа ещё играл, помню, на каждой матче по возможности ходила. А потом даже, когда папа закончил, и мы с ней, я помню, вдвоём ходили на... И там был буквально первого канала, и мы вот за... Трибуны, и я ещё папе говорю, пап, вот как я вот захожу на стадион, именно вот уже, когда на трибуны, на всё заходишь, я говорю, прям вот эту вот атмосферу внутри так ощущаешь, так же, как вот в детстве, полный такой драйв, адреналин. В общем, говорю, ощущение прям нахлыщет изнутри. Он говорит, Вероника, у меня так же. Вот, с папой, в принципе, у нас, ну, хорошие, вообще у меня с семьёй хорошие отношения, как бы, мы вот каждый день общаемся, когда я не дома, по видеозвонку созваниваемся, они мне свои новости рассказывают, я свои новости, поэтому, как бы, такие, да, дружеские отношения, ну, хорошие. Ну, хорошие, вот это тёплые, хорошие, добрые, да. Про Полину, про Полину, расскажите, всё-таки, пока она не очень часто появляется на орбитах, только вот когда идут юниорские большие шлема, ну, тогда, конечно, она звучит. Пока, естественно, она ещё, ну, маленькая, ну, как маленькая, всё относительно, конечно, уже не маленькая, но, тем не менее, какие у вас отношения, насколько для вас очень важно быть уже каким-то, может быть, отчасти таким, ну, учителем, может быть, каким-то таким вот взрослым, авторитетным и более уже существенно высокого уровня теннисистом. Вот, как у вас здесь отношения, какие? Ну, во-первых, это же всё должно отходить, я считаю, желание от самого человека, именно вот в данном случае от Полины, если она хочет какую-то информацию от меня получить или подпитать, она даже должна спрашивать, поэтому пока что она до такого, наверное, момента не дошла, где она захочет спросить у меня какие-то советы или что, поэтому пока что я в роли учителя не выступаю. Конечно, я пару раз пыталась как-то вот помочь, подсказать, но, как правильно бы сказать, чтобы никого не обидеть, ну, не получила, в общем, обратную связь, поэтому, как бы, ну, у них с папой хорошо получается, поэтому, что буду мешать, он придойдёт, конечно, я поделюсь своим опытом и мнением, но пока такого не было. Вот как раз на фоне вот этой темы, пока, во всяком случае, вы для Полины ещё авторитетом, таким вот неприкасаемым в теннисе не стали, но я вот уверен в том, что маленькая девочка-теннисистка Ева Кан, которая благодаря папе тоже иногда заглядывает на наш телеграм-канал «Теннисный рай», вот она занимается теннисом уже два года, причём занимается с Алексеем Кузнецовым, который брат Андрея Кузнецова, то есть девочка очень настроена всерьёз, уже всё-таки семь лет, это не там, не три года, когда человек ещё, да, совсем мало что понимает. Вот я хочу попросить вас обратиться к вот этому человечку, который делает первые шаги в теннисе, я думаю, что вот вы для него, для этого человечка, для неё, для этой девочки, ну уж являетесь таким авторитетом, что она впитает в себя каждую букву, которая будет сейчас сказана в её адрес. Хорошо, ну вот… Ева Кан, семь лет, на всякий случай, да, отвечаю. Да, 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 не только Еве Кан, но ещё и другим подрастающим поколениям пожелаю, конечно же, в первую очередь это здоровье, чтобы без травм, без всяких там каких-то маленьких моментов, в общем, здоровья, также я пожелаю удачи, потому что без удачи ничего не будет, и также постарайтесь наслаждаться теннисом, это прекрасный вид спорта, никогда не сдавайтесь и постоянно к своей мечте двигайтесь, и желаю, чтобы у Евы и у всех всё получилось. Вероника, огромное спасибо, я продолжу вот этот посыл, уже обращаясь к вам. Я от всей души желаю вам, чтобы в том числе и теннисные мечты сбывались постепенно, всё должно идти своим чередом, но чтобы был прогресс, вы ощущали себя человеком, который движется вперёд и движется туда, куда вы наметили, крепкого здоровья. Первый мельбурнский турнир, мы вас ни в коем случае, ни за что не критиковать, ничего не будем, но очень желаем все, без исключения, все желают вам удачи и успеха, а на втором мельбурнском турнире, который уже более серьёзный, ну, уже от всей души, от всего сердца, чтобы дай бог, чтобы сложилось всё максимально хорошо, максимально здорово, и будем очень-очень сильно за вас болеть и переживать. Спасибо большое. Всё, тогда мы на этом завершаем. Счастливо. Мельбурн на связи на сегодня. Всё, закончили. Счастливо.